И снова всем привет на канале Олег Нестеров Брест. И сегодня мы наконец-то будем красить эту Тойоту маленькую, да? Сегодня выпал снежок ночью небольшой, припорошило, как бы погодка радует, тепло. Ну мы решили сразу покрасить дверку, а потом уже будем в машину, потому что на машине там все помелочевочки. Как бы это сделаем отдельно. Ну дядя Толя дверочку уже замыл, подготовил. Как бы по подготовочке есть у нас много как бы уроков, как замыть грунт, да? Смотрите в папочке либо окраска, ну там есть, короче, уроки. Сразу вот тут немножко не понимают люди, есть вопросик, как с Украины, допустим, ехать сюда, да? На слет. Сразу отвечу. Паспорта нужны ваши внутренние, обычные украинские паспорта. А на детей нужно не свидетельство о рождении, а паспорт. То есть зайдите в паспортный и скажите, мне нужно на ребенку паспорт, чтобы мы могли выехать в Белоруссию. То есть, ну в принципе-то вот и все. Там никаких сложностей, паспорт этот делается быстро. То есть в субботу я уже выложу, все ценники конкретные, ну они и так приближены, то есть цена будет примерно та же. Записывайтесь и на сайте, да? И потом, когда я уже выложу, дам данные, где брать путевочку на тур, вы уже будете закупать там. Я за этим буду всем следить, так что не переживайте, никто не потеряется, все возьмут, кто поторопится. Путевки ограничены, их 300. Это путевок всего. Единственное, что может быть, мы сделаем еще палаточный городок попозже. Но это не точно, то есть, чтобы не было у нас такого кипиша там. То есть у нас вполне цивилизованные условия будут. Это вполне нормальный, полноценный отдых будет. Мало того, что еще и следует. То есть экскурсионная программа, завтраки, обеды, ужины, полный пансион. Все включено, все автобусы, все музеи, все включено в сцену. Ну, как бы информацию такую быстренько отдал, да? И мы начинаем свой рабочий день. А с утра, как всегда, анекдот. Ну, анекдот такой. Ой, представьте, зоопарк, да? Ну, уже вечереет. В зоопарке очень-очень редкая горилла вообще такой. Одна, блин, на весь мир. Ну, и подходит женщина, 16 детей с ней. А служитель уже закрывает ворота. Она говорит, блин, вот мы хотели посмотреть гориллу. Вот это очень редко. Он, все, парк закрыт. Вы опоздали. Приезжайте завтра. Она, ну, как так? Ну, товарищ, мы издалека, вообще очень издалека ехали посмотреть вот эту гориллу. Вот своих детей 16 взяла. Чего? Это, это что, ваши дети все? Ну, да. Блин, стойте. Сейчас я гориллу приведу. Она еще такого не видела. Вот такой анекдот. Ну, а мы начнем сегодняшний урок. Итак, заставка. Пашка. Ну, как бы вот, дядя Толя замыл. Как бы это от водички. Сейчас мы это все обезжирим. Дверку мы подвесили и решили покрасить ее, как бы, отдельно. Подвесили мы ее за рамку. Здесь сделаем переходики. Здесь зеркало у нас, так что красим, как покрасится. Сейчас аккуратненько все заклеим и задуем ее. Решили, как бы, ее отдельно от машины красить. На машине там все мелочевочка, лучше это мы завтра все, вернее, сегодня покрасим, чуть попозже. Дверку подсушим, дверочка у нас у печечки, вот у этой. Так что, дверь быстро схватится, мы ее потом в стороночку или в другой гараж отнесем. А машинку подкрасим. То есть, там тоже на машинке переходиками. Переходиками я вам покажу, как покрасить, как подклеить лучше. То есть, переходики делаем на тонких местах, желательно, да? Либо на месте, где у вас будет перегиб световой. То есть, на кантиках. Ну и вот это все мы положим вот так, тоже будем красить. Сейчас чуть-чуть это мы под мотуем. Дверочку сейчас мы еще подсушим чуть-чуть, около печечки она подсохнет, как в печечке греется. Да, минут 10 повесит. И мы ее уже обезжирим и начнем обклеивать. Ну и сегодня еще что хочу сказать. Время от времени делаем ТО нашему К1, да? Колхозному 1. Влагоотделителю. То есть, как мы проводили ТО? Просто вот в этот шланчик приходящий, прям в него наливаем растворителя грамм 150. Поболтали, пополоскали. Не сливаем с пробочки. Включаем давление и просто наклоняем его, чтобы поток шел в эту трубку. И под давлением воздуха с шланга это все выгоняется. Ну, я налил 150 грамм, если честно. То есть, мы промыли, даже если там какие-то пары и были, они промылись. Вот дядя Толя все обезжирил. Сейчас будем обклеивать. Так, ну, все обезжирили. И сейчас протерли салфеточкой. Проходим сначала краешки, дабы потом их не забыть. Ой, да, дабы потом их не забыть. Что-то дядя Олежий, представляете? Не прикрутил. Сливи и пошли. Здесь вот у нас будет переходик. Так что мы сразу его забомбим, чтобы потом не трогать. Первый слой без фанатизма. Просто напыляем. В краске как бы большой процент ктиралика Поэтому нужно его ложить очень аккуратно и равномерно То есть ктиралик он красивый эффект дает Особенно на солнце, так как будто играет Поэтому нужно его ложить аккуратненько Чтобы потом ктиралик у вас не всплыл и не был пятнами Вот, дверка, что с зеркала, да, Толя? Да, побриться можно Так Тут все у нас уже подсыхает И все равно сейчас сгоняем Вот еще у нас как бы не выветрилось Но дверка получилась вот так Небольшая шагренька, схожая с заводской То есть цвет красивый Так вот она выглядит издалека То есть и вот эту всю трихомудию мы тоже покрасили Сейчас подсушим, поедем покушаем И потом займемся столиком самой машинкой Сейчас там немножко выветрится Машина сама по себе черная А вот ктиралик вот на солнышке имеет Вот такой вот красивый оттенок Ну, хотя с виду она черная, да? Если вот так вот посмотреть, она вроде черная И ктиралик вот на солнце имеет такой Вот поэтому ктиралик, видите, он и зеленый, и другого цвета Разгоняем к Максиму Вроде бы Максим там сделал окончательные просчеты Как бы следите за дневником слета То есть это мы выложим На дневник слета завтра я, наверное, это все выложу Нет, Толик, она уже высохла Что за лак такой? Давай мы уже занесем пока с ним За час лак высох Вот так ездят в Бресте Хулиганье, блин Вот так мы добираемся на работу Вот эта дорога у нас такая Прикрой дверку, холодно Ай, нормально Ну вот еще меня попросили показать Что за поролончиком я клею Вот так вот он выглядит Вот, видите То есть и отрывается Вот так Одна полоска у него клейкая То есть на переходике вот такой штукой будем клеить Сейчас я покажу, как клеить Ну и вот отрываем как бы кусочек То есть здесь можно было бы и заклеить сюда Так, ну сюда не будем Вот мне надо вот эту часть заклеить То есть здесь я буду красить как бы переход на Буду красить переход как бы на перегибе Чтобы его не так видно было Ну и как бы клею на перегиб То есть не так заметно будет перехода Даже, ну если что-то, косяк какой-то вылезет И вот здесь выбираем тонкое Ну так, здесь я буду так красить Ну а здесь выбираем тоненькое место То есть я буду красить Вот здесь вот переходик сделаю Потому что вот этот косяк я не буду исправлять И То есть чтобы туда у меня не запуляло Внутрь Вот так вот приклею Это избавит вас от резкой границы То есть и здесь соответственно Здесь я буду делать переходик Так вот я заклею То есть я дойду до сюда И резкой границы у меня не будет Ну вот такая картина получается Как видите, вот здесь я выбрал тонкое место И здесь тоже на тонком месте Сделаем переходик А здесь у меня на перегибе То есть, как видите, я замотовал Дальше, чем буду красить Можно вообще здесь все матовать Ничего страшного Я вам вот здесь на примере покажу Короче, вот мы все замыли Все у нас замыто двухтысячное Двухтысячное у нас замыто Даже дальше Обклейки, да То есть сейчас ксераликом Мы покроем вот так вот Пятнышко Можем вот сюда зайти, да И лаком потом Мы должны перекрыть эту краску Ни в коем случае, чтобы у нас То есть Краска была из-под лака Или в граничку То есть вот так вот мы красим Красочкой И тут уже мы полностью Залачиваем Вот эта штучка Как ее поролончик, да Даст нам Не резкую границу То есть здесь будет завихрение воздуха И она резкую границу не сможет сделать Такая граничка потом легко уберется Двухтысячный И заполируется То есть на завтрашнем уроке Я вам покажу, как мы это все сполируем А сегодня покажу Ну, на этом примере здесь посветлее Как ее покрасить в переход Вот, то есть пистолет я немножко в точечку сделал Не знаю, как он еще удобнее был Еще раз напоминаю У нас к стирали Поэтому положение пистолета мы не меняем Не забываем обезжиривать Небольшой наполк сначала Здесь у нас тоже Прямыми движениями Давление не сильно большое делаем Краска Сикинс Перекрывает На ура Так что Так что Сильно тут переживать не надо Здесь забиваем в цвет И чуть-чуть распыляем За счет Расстояния пистолета Убираем, чтобы на пол был не резкий Вот, как видите, я отдаляюсь Но угол пистолета держу примерно одинаковый Ну и накладываю влаг Сильно тоже не подводим Ну и как бы вот такая картиночка получается То есть, когда мы снимем Трихомудию эту, как ее, поролон Там будет мутная полосочка Которую мы с легкостью Замоем двухтысячкой И сполируем Вот так вот все красивенько Получилось Не спеша Надеюсь, что сегодня Что-то вы все-таки с урока усвоите Как бы к Максиму мы съездили Завтра он доделает все просчеты И завтра я выложу у себя на сайте И дам адрес, где закупать путевочки Так что торопитесь Мест всего 300 А людей уже к сотне подбирается Еще не Ну, вернее, уже сотня набралась Очень много едут семьями То есть, ну, надеюсь, что сегодня Что-то вы ухватили, да? Опять смотрю в экран То есть, вот так вот Можно не спеша Потихонечку все сделать Особо мы не торопились То есть, дверка у нас тоже уже сделана Завтра только останется подполировать Как переходики убрать Завтра в следующем уроке Я вам покажу Ну и На посошок Анекдот Так, учительница говорит Ну, начинаем сегодняшнюю контрольную Откройте, пожалуйста, тетрадочки Один ученик тянет А конкулятором пользоваться можно? Ну, не вижу Ничего страшного Пользуйтесь А транспортиром можно пользоваться? Ну, ничего не вижу Пользуйтесь Конечно Если вам поможет Ну А теперь Записывайте Тему Задания Итак История России Семнадцатый Век Такой анекдот То есть, мы сегодняшним днем довольны Наконец Мы Забомбили Все-таки Это корыто Блин Таз Унитаз То есть С поднятым настроением Сегодня можно Спокойно Лечь Часов Три На ютубе Чуть-чуть Положу, да? Ну и Следующее видео Не заставит себя Долго ждать Следите За дневником Слета То есть Это отдельная папочка Можете там все посмотреть О слете Следите Следите за следующими уроками Завтра мы Сполируем Переход И Будем собирать Эту машину Там небольшой Самоточек У нас Ну а на этой ноте Попрощаемся Всем Добра И Бабла Правильно Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok